Показанный далее материал может быть неподходящим для некоторых зрителей. Просмотр на усмотрение зрителя. Продолжение следует... Продолжение следует... Обезопасить... Удержать... Защитить... Удержать... 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 Слава Богу... Однако было довольно сложно составить полную картину происшествия, поэтому у нас есть несколько вопросов к вам. Надеемся, вы сможете нам помочь. Да... Да, хорошо. Хорошо. Что ж, доктор, для протокола, где вы были, когда контейнер был пробит? Я был на раскопках в горах. Я был на раскопках в горах, сравнивал лабораторные образцы и местную породу. И кто отвечал за лабораторию в ваше отсутствие? Доктор Алексей. В каких условиях содержался 096? Согласно протоколу. 096 заключён в куб 13 класса. Без окон, без камер, чтобы никто не увидел его лицо. Все инструменты и системы жизнеобеспечения в строгом соответствии с требованиями. Спасибо. Когда именно он вырвался? Мне никто не сообщил точного времени. Да, понимаю. Прошу прощения, доктор. Мы сами немного неорганизованы. Доктор? Они наблюдают за нами? Будьте более конкретны, доктор. Совет 05. Он наблюдает за нами? Да. Что ж… Может, сейчас меня услышат? И я говорю, что его нужно убить. Могла бы произойти катастрофа. Уже поздно предполагать, что могло бы произойти. Вы о чём? Что ж, начнём по порядку. Не волнуйтесь, доктор, все протоколы соблюдены. Все сотрудники второго этапа сдерживания видели его лицо. К сожалению, это было только начало. И идёт запись. Окей. Это исследователь Майкл Аллен и исследователь Дэрил Лендри. Докладываем о ситуации с 096. Примерно в 1557 датчики А1 и А2 зафиксировали аудиосигналы. И вот снова… Согласно данным, 096 находится у северной стены. Не двигается. Нужно позвать сюда Алексея. Стены ведь выдержат? Просто вызови сюда Алексея. Чёрт! 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 Почти сразу стало ясно, что цели 096, которую мы обозначили как 096-1, рядом не было. Погодите, погодите. В случае нарушения первого этапа, согласно протоколам, автоматически выпускаются усыпляющие вещества. Автоматические протоколы не запустились. А в случае отказа автоматики управление передаётся оперативному руководителю. В данном случае – доктору Алексею. И где же его черти носили? Он прятался в подсобном помещении, в блоке 3. Его нашли мёртвым. Мёртвым? Именно. Алексей, ты идиот. Сочувствую вашей потере, доктор, но у нас ещё много работы. Покинув базу, 096 по прямой траектории направился в горы. Большой брат, это Кабан-1. Приближаюсь к предполагаемому местонахождению цели. Приём. Понял, Кабан-1. Держи курс. Кажется, я что-то вижу. Вижу цель. Готов к пулемётному обстрелу. Приём. Приступай. Держи курс. Держи курс. Держи курс. Держи курс. Цель не поражена. Понял. Готовлю парочку мэвриков. Три. Два. Один. Огонь. Прямое попадание. Цель не поражена. Повторяю. Цель не поражена. Понял, Кабан-1. Возвращайся на базу. Поисковая команда, держите курс. 096 оказался трудной целью для отслеживания. Он не появляется на спутниковых термических изображениях. Выследить его можно только по разрушениям, которые он оставляет после себя. На третьем часу погони он добрался до шоссе. К счастью, в тот момент там было не сильное движение. Однако 12 человек всё же видели его лицо. Нужно было лучше подготовиться к моменту, когда, не если бы, а когда он вырвался. Вам, доктор, был выделен значительный бюджет. Но похоже, что вы сосредоточились на разработке очков шифраторов. Да. И я повторю снова, что эта программа – это единственная технология, дающая нам шансы на борьбу. Особенно учитывая, что такие придурки, как вы, не дали мне провести необходимые исследования. Повторяю, всегда стоял вопрос, когда, а не если. Доктор, прошу вас, у нас ещё много работы. Наконец, 096 добрался до жертвы 096-1 – молодого мужчины, жившего на небольшой ферме у подножия горы. Вместе с женой и грудным ребёнком. Доктор Дэниелс Иэн? 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 Вас что-то беспокоит, доктор Дэниелс? Почему вы не дали мне убить его? Позвольте напомнить, что вы не знаете, как это сделать. Большая часть ваших исследований была направлена на пытки 096. Это бесчеловечно. Бесчеловечно? Бесчеловечно? В нём нет ничего человеческого. Это безумие. Погибают люди. Да, доктор, погибли люди. Разве не трагично? Господи, вы сборище психопатов. Наша единственная задача – это обезопасить, удержать и защитить. Что приводит нас к следующему вопросу. Ваши очки шифратора. Расскажите, как они работают? Так, для справки, доктор. Это очки смешанной реальности. В каждый глаз поступает обычное изображение. Но когда Ии распознаёт лицо 096, он закрывает его. Блестящее решение весьма сложной задачи. И очень дорогое. Очень жаль, что оно не сработало. Что? Продолжим. О-1, вы приближаетесь к территории. 1, браво, выдвигаемся вдоль построек. 1, альфа, приближаемся к цели. Цель подтверждена. Вас понял. Маркер установлен. Огружайте цель. Альфа, двигаемся к вам. Надевайте мешок. О-о-о. Что это было? Чёрт. Что-то не так. Очки неэффективны. Чёрт. Огонь. Альфы, браво, отступайте. Группа Тао-1 была полностью ликвидирована. 8 наших лучших бойцов тактической группы. Они должны были сработать. Я всё испытывал. Всё должно было работать. И это подводит нас к причине этой трагедии. Откройте. На что я смотрю? Думаю, самое важное ещё в конверте, доктор. Это он? Да. У вас в руках оригинальное фото 096 в природной среде обитания. Кто-то сфотографировал его? Мы установили, что фото было сделано в 80-х. Похоже, что ни фотограф, ни люди, видевшие фото, не догадывались о присутствии 096 на снимке, пока он не попал к молодому человеку на ферме. Это было стёрто рукой. Кто? Как? Ваши очки шифратора всё-таки оказались полезными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эхо Ромео Альфа-1, что-то не так? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он госпитал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мешок надет. Вас поняла, Харомова Альфа. Направляйтесь к точке сбора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут есть кое-что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большой брат, цель встревожена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видимо, лицо 096 было настолько маленьким на фото, что хватило 4 пикселей, чтобы закрыть его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Очки… Они должны были спасать жизни… Сколько всего погибших? 15 гражданских, 48 членов организации. Всего 63 погибших. И… И ради этого вы привели меня сюда? Столько смертей. И вы хотите повесить их на кого-то? Вам нужен виноватый. Доктор, в этом конверте вы найдёте всё необходимое для начала мер по устранению SCP-096. Совет 05 вас поддерживает. То есть мне можно убить его? Вам можно попробовать. Только мы просим, чтобы в своих попытках вы укрепили исследовательскую базу и придумали более эффективный способ сдерживания. Доктор Дэниелс, вы хотите добавить что-нибудь ещё для протокола? Нет, я думаю, это всё. Что ж, хорошо. На этом пятая сессия расследования происшествия 096-1-альфа завершена. Доктор, примите мои соболезнования о потере ваших коллег. Алексей нам удалось. Отличная работа. Он умён, должна признать. Да. Совет 05 ещё на связи? Мы ещё здесь. Соглашусь с инспектором Эвереттом. Отличная работа, Арлия. Благодарю вас. Признания мы не получили, но, думаю, мы узнали достаточно. Жаль, Дэниелс своё дело знает. Будь он более заинтересован, то наверняка бы смог узнать секрет невероятных сенсорных способностей 096. Не заводись второй. Он доказал свою точку зрения. Единственное, что он доказал, это то, что он такой же монстр, каким он считает нас. Довольно. Инспектор Арлия, после всего, что вы увидели, ваша догадка подтвердилась? Думаю, да. Его реакция на фотографию, он точно видел её раньше. Подозреваю, он давно планировал подобное требование. И всё равно. Как он мог предупредить Алексея? Его отсутствие в диспетчерской стало нашей первой зацепкой. Помощь извне. Алексей сообщил что-нибудь новое? Нет. Он всё так же предан, однако противоречий в его первоначальных показаниях достаточно для обвинения. Достаньте из него всё, что можно. Затем от него нужно избавиться. Быстро и тихо. Помните, что официально он уже погиб. Да, мадам. Когда мы сообщим Дэниелсу, что мы знаем, что именно он подготовил побег. Как только он убьёт его. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевёл Юрий Аркалов. Роли озвучили Кирилл Патрино, Роман Андронов, Андрей Бахтин, Макси Джиян, Дмитрий Бугаков, Роман Волков, Елена Лунина, Алёна Андронова, Екатерина Муравицкая и Михаил Полежаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Куренкова